В Ангарском округе на реке Китое гидрологическая обстановка стабилизируется. В целом, на территории Иркутской области по состоянию на 7 утра среды остаются потоплены 38 дачных участков. Из них 30 участков на реке Китое в СНТ Ясная Поляна в Ангарском городском округе и 8 участков на реке Иркут в СНТ Сосновой. На садовых участках постоянно проживающих людей нет. На месте продолжают работать сотрудники МЧС России. На особом контроле гидрологическая обстановка в южной, центральной и западной части Иркутской области. Основной фронт постепенно смещается в западные районы. Это Тулунский, Нижневудинский, Тайшетский и Чумский муниципальные образования. В эти районы направлены дополнительные силы и средства Главного управления и Байкальского поисково-спасательного отряда. Сбросные расходы Иркутского гидроузла уменьшили третий раз за сутки. Енисейское бассейновое водное управление по обращению правительства Иркутской области понизило их до 1600 кубометров в секунду. Ситуацию с подъемом уровня воды держат на контроле. Круглосуточный мониторинг ведут на всех водных объектах Иркутской области и в населенных пунктах, которые расположены в зонах возможных подтоплений. Проверка Нижнеудинского района завершена. Губернатор Иркутской области совместно с рабочей группой оценили темпы строительства и благоустройства территории. Первым осмотрели проблемный объект – микрорайон Восточный. После ЧС в 2019 году поставили задачу заселить жителей в комфортное жилье. Однако недобросовестный подрядчик подвел. Сейчас ситуация стабилизировалась. До конца года четыре блок-секции должны ввести в эксплуатацию. Проверили школу номер 12. В прошлом году здание отремонтировали по программе модернизации школьных систем образования. Сейчас благоустраивают пришкольную территорию. Последняя точка маршрута – начальная школа села Мельница. Здание построили еще в 1965 году. Сейчас его ремонтируют за счет муниципалитета. Губернатор поручил включить школу в федеральную программу по модернизации. Одна из приоритетных задач – продолжить привлекать федеральные средства на капитальный ремонт школ и детских садов. На сегодняшний день управлением капитального строительства Нижнеудинского района проводятся все необходимые подготовительные мероприятия для того, чтобы загрузиться в экспертизу. Мы планируем, что это сделаем 10 августа. Срок экспертизы, установленный законом, 60 дней. Поэтому к середине октября месяца текущего года проектно-смертная документация будет готова определиться стоимость данного проекта. Договорились, что я еще раз приеду сюда. Ну, думаю, в конце года мы заедем сюда, как будет только решение техническое по школе. И коллеги подготовят план развития поселка на ближайшие пять лет, что оно себе будет представлять. Ну, в основном он будет касаться инфраструктуры, объектов образования, культуры, спорта, значит, и, ну, я имею в виду медицины. И здесь жители должны четко понимать, где, в какие программы мы войдем, на каких условиях, на каком финансировании. Электронный пропускной пункт планируют открыть на Ольхонские паромы в мае 2025 года. Для этого необходима накопительная зона, которая будет работать возле пропускного пункта. Проект сейчас находится на стадии согласования. Начало строительства накопительной зоны и пропускного пункта намечено на август 2024 года, а запуск тестирования работы пункта намечен на май 2025. Туристы будут ожидать выхода на переправу со всеми удобствами – фудкортами и санитарными комнатами. При необходимости там можно будет оставить транспорт для пешей переправы. Регистрация на паромы будет проходить в электронном виде с помощью специального мобильного приложения. Система будет способна распознать номер машины и лицо водителя, чтобы открыть доступ к паромной переправе. Планируется, что время ожидания сократится в таком случае до 10-15 минут.